Не думайте, что однажды в вашей жизни настанет момент, когда вы сможете обходиться без Бога. Возможно, вы сможете обходиться без некоторых людей, но Бог вам будет нужен всегда. Возможно, вы сможете обходиться без определенных услуг, но Бог вам будет нужен всегда. Какими бы сильными вы ни стали, вам всегда будет нужен Иегова. Приглашаю вас на проповедь доктора Крефла Доллара. Сегодня мы будем говорить о том, что значит доверять Богу. Мы часто слышим эти слова, люди говорят друг другу «уповай на Бога». В трудные времена люди говорят друг другу «тебе нужно доверять Богу». Но что это значит? Доверять Богу значит использовать Его силу. Доверять Богу значит использовать Его способности исполнять Его волю, а не свою волю. Использовать Его способности, чтобы выполнять Его волю для нашей жизни. Первое, что я хочу объяснить вам сегодня, это большое откровение, которое я хочу открыть вам, посеять. Да, я посею это в вашу жизнь. Это станет частью вашей жизни, частью вас самих. Аминь. Первое, что я хочу вам сказать сегодня, для каждого из вас есть цель и план. Бог несет ответственность за эту цель и план. И мы должны узнать этот план для нашей жизни. Нельзя придумывать свой собственный план. Этот план уже утвержден. Цель вашей жизни уже определена. И вам нужно открыть ее для себя. Божий план для вашей жизни. Вы должны также понимать, что все, что вы ищете в жизни, вы найдете, узнав Божью волю для вашей жизни. Что бы то ни было, вам нужно узнать Божью волю относительно этого. Что бы это ни было, это находится в Божьей воле для вашей жизни. И есть люди, которые ищут чего-то в своей жизни, но не понимают, что все, что они ищут, можно найти, исполняя Божью волю для их жизни. Поэтому так важно открыть для себя, какова Божья воля для нашей жизни. Что это за воля, которая есть у Бога для нашей жизни? Любой человек значим. Каждый из нас очень ценен. Мне все равно, что другие говорят о вас, будь то мама или тетя Поли. Это не имеет значения. Я говорю вам то, что сказал Бог. Ваша жизнь важна. У вас есть роль на этой земле. У Бога есть план для вашей жизни. И вы должны его узнать. Сегодня вы должны спросить себя, «Исполняю ли я Божью волю в своей жизни, или я следую собственному плану?» Потому что, друзья, что бы вы ни делали до тех пор, пока вы не найдете Божью волю для своей жизни, в вашей жизни всегда будет некая пустота. Всегда будет чувство, что чего-то недостает. Всегда будет чувство, что вы ничего не достигаете в своей жизни. Но, друзья, как только вы найдете Божью волю для своей жизни, придет удовлетворение жизнью. И это воля Божья. Аминь. Уповать на Бога, значит полагаться на Него. Доверять Богу, значит верить, что Он исполнит Свою волю для нашей жизни. Что бы мы о себе ни думали, как бы мы себя ни ощущали, уповать на Бога, послушайте, друзья, упование на Бога, когда вы получили ответ на молитву, не есть упование. Упование на Бога, когда пришло время жатвы, не есть упование. Упование на Бога, когда все сложилось наилучшим образом, не есть упование. Истинное упование, это когда человек доверяет Богу, независимо от того, получил он ответ на молитву или нет. Истинное упование, это когда человек доверяет Богу, болен он или исцелен. Истинное упование на Господа, это доверие Ему, и когда все идет хорошо, и когда все складывается плохо. Уповать на Бога, значит доверять Богу, стоя у подножья горы, сдвинуть которую вам не под силом. Уповать на Господа, значит доверять Ему, когда вы не понимаете, почему все пошло не так, как вы хотели, и когда все наладится. Когда вы не знаете, что происходит, но верите Божьему Слову, потому что уповаете на Него. Упование на Бога, это когда вы говорите, Господи, я буду доверять Тебе, есть у меня сейчас деньги или их нет. Нет, это когда, несмотря на то, что происходит в вашей семье, вы говорите, я уповаю на Тебя, Бог, я доверяю Тебе. Уповать на Бога, значит твердо верить Его обещаниям, что бы ни происходило в вашей жизни, я буду доверять Слову, что бы ни произошло. Вы должны подняться на такой уровень, на котором ваше доверие Богу не зависит от обстоятельств. Даже если нет ответа на молитву, даже если нет финансового благословения, я буду уповать на Тебя, потому что Ты сделал для меня достаточно, чтобы не сомневаться, что нет Тебе подобного. Давайте воскликнем, я уповаю на Бога. Но сегодня я хочу поднять ваше упование на порядок выше. Я хочу, чтобы вы увидели, упование на Бога, значит верить, что Он исполнит Свою волю. Ведь Божья воля для вашей жизни, это Его желание, план относительно вашей жизни. И Он не просит, что бы вы исполняли Его волю своими силами. О, помоги мне, Господи. Дело в том, что люди часто считают, что только потому, что они обладают развитым интеллектом, у них есть все необходимое, чтобы исполнить Его волю. Да, образование — это хорошо, но после того, как вы выучили все, что можно выучить, после того, как вы услышали все, что можно услышать, прочли все книги, после того, как вы освоили всевозможные методы, вам все равно придется уповать на Бога и использовать Его силу, чтобы исполнить Его волю. Поверьте мне, я познал, что в незнании есть и благословение. Я благодарю Бога, что я не знаю всего. Я благодарю Бога за то, что не могу всего. И благодарю Бога за то, что большинство Его поручений я не могу выполнить своими силами. А вы уже поняли, что Бог всегда просит вас сделать что-то, что вам не под силу без Его помощи? И почему Он так поступает? Просто для того, чтобы показать нам, что у Него есть место в нашей жизни, и Он может помочь нам выполнить то, что своими силами мы выполнить не сможем. Вопреки устоявшемуся мнению, все, чего вы достигли в своей жизни, вы достигли только потому, что Бог помогал вам. Да, я знаю, вы считали, что могли сделать это сами. И возможно, вы похлопали себя по плечу, говоря, «Молодец, хорошая работа». Но те следы на песке оставили не вы. Не вы добились всего своими силами. Если бы Господь не был на вашей стороне, вас бы давно не было в живых. Перестаньте приписывать все заслуги за все хорошее в вашей жизни только себе, потому что в этом не ваша заслуга. Бог знал итог вашей жизни с самого начала, и даже когда вы только еще приближались к обретению спасения, Он знал, что Ему нужно было сделать, чтобы вы достигли своего места назначения. Поэтому вы не можете приписывать себе заслуги даже за те достижения, которые были в вашей жизни, пока вы были еще не спасенными грешниками. Послушайте меня, нам нужно поднять руки и воздать Богу славу, которая принадлежит Ему по праву. Мы принадлежим Христу. Радуемся знаниям, полученным из Божьего Слова, и это хорошо. Мы так радуемся новым знаниям. Мы радуемся, когда узнаем, как правильно молиться, когда слышим о семи шагах к высшей вере. Мы радуемся, когда узнаем о Божьей любви и о том, как развивать в себе Божий характер. И все это, безусловно, хорошо. Спасибо тебе, Иисус. Но пора перестать приписывать себе Божью славу. Это Его заслуги. Не наши. И мы ничего никогда не смогли бы сделать самостоятельно. Вы сидите на совещании, не зная, что сказать, но начинаете говорить, и выходит так, что лучше и быть не могло. Вы же знаете, что вы не такие умные. Идете за получением кредита на новый дом, зная, что с такой кредитной историей вам не дадут кредита даже на телевизор. и возвращаетесь из банка с ключами от нового дома. Вы знаете, что они точно не могли дать вам этот кредит. Заболели, идете к врачу, зная, что ничего хорошего в больнице вам не скажут. Но просыпаетесь на следующее утро исцеленными. И при этом лишаете славы Бога за то, что Он делает в вашей жизни. Я хочу вам сказать, что вы должны воздать Богу славу за все то хорошее, что было и есть в вашей жизни. Потому что все это не ваша заслуга, а заслуга Духа Святого. Это заслуга Духа Святого. Уповать на Бога, значит полагаться на Него. Верить, что Он исполнит Свою волю в вашей жизни. Мне все равно, как я себя ощущаю. Господи, я уповаю на то, что Ты исполнишь Свою волю в моей жизни. Что бы я ни думал, Господи, я верю, что Ты исполнишь Свою волю в моей жизни. Послушайте, церковь, мы должны понять, что мы нуждаемся в Господе. Давайте скажем громко, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Каждую секунду. Бог, как и всякий родитель, желает быть нужным. Но именно тогда, когда мы узнаем все, что по нашему мнению нам нужно знать, когда мы получили все, что по нашему мнению нам нужно в жизни, и надменно полагаем, что можем обойтись без Бога, именно тогда все в нашей жизни рушится. Я знаю, что вы допускали подобные отношения в вашей жизни, но, слава Богу, милость Его обновляется каждое утро. И знаете что? Каждый новый день вы будете нуждаться в нем так же, как вы нуждались в нем вчера. Не говорите, да, вчера Он был нужен мне, но сегодня у меня все в порядке, и Он мне больше не нужен. Друзья, Он мне нужен, когда я прохожу сквозь ад и когда я на отдыхе. Может быть, Он вам нужен прямо сейчас, чтобы вы смогли услышать голос, обращающийся к вам через эту проповедь. Я хочу сказать вам всем, сидящим здесь, Вам нужен Бог. Когда вы выйдете из этого зала, Он будет вам нужен. Он будет нужен вам, когда вы будете вести свой автомобиль, чтобы защитить вас от пьяного, который забыл свои мозги дома. Он вам понадобится, когда вы придете домой и будете думать о том, как оплатить свои счета. Не думайте, что однажды в вашей жизни настанет момент, когда вы сможете обходиться без Бога. Возможно, вы сможете обходиться без некоторых людей, но Бог вам будет нужен всегда. Какими бы сильными и могущественными вы ни стали, вам всегда будет нужен Иегова. Поймите это. Скажите, ты нужен мне, Бог. Еще раз, ты нужен мне, Бог. И тогда в вашу жизнь придет помазание. Бог помазывает тех, кто уповает на Него. Кто исполняет Его волю. Не свою волю, а Его волю для вашей жизни. Это Его воля. Чтобы исполнить Его волю, мне нужна Его сила. Я не могу своими силами исполнить Его волю. Может быть, я и научился говорить как профессор, но знаете что? Если не будет помазания, вам будет очень тяжело делать что-либо. Нам нужен Бог. Поймите это. Осознайте это сейчас же. Он нужен мне. Он нужен мне в моем бизнесе. Неудивительно, что в вашей компании были неприятности, потому что вы все пытались сделать своими силами. Он нужен мне, чтобы я был хорошим мужем. Он нужен мне, чтобы я был хорошим отцом. Он нужен мне, чтобы я был хорошим пастором. Он нужен мне. Итак, мы должны непрестанно полагаться на Духа Святого и на то, что Он исполнит Божью волю в нашей жизни. Вы должны это услышать. Я доверяю Святому Духу и верю, что Он силен исполнить Божью волю в моей жизни. Отец, я доверяю тебе, что ты желаешь исполнить в моей жизни. Это не исполнится, если ты не исполнишь. Мы должны это понимать. Божья воля для вашей жизни не будет исполнена, если вы полагаете, что вы сможете исполнить ее сами. Это не произойдет. Это не произойдет. А теперь, пожалуйста, послушайте. Когда вы не уповаете на Бога в том, что Он исполнит свою волю, вы тем самым искушаете Его. Когда вы не уповаете на Него, вы искушаете Его. Я хочу, чтобы вы открыли Писание и узнали, что значит искушать Бога, потому что мы не должны искушать Бога. Вы согласны? Что значит искушать Бога? Я желаю уповать на Бога. Я желаю уповать на Бога в том, чтобы Он исполнил все то, что обещал исполнить. Итак, вот что Он сказал. Он исполнит свою волю для вашей жизни. Он это сделает. Не всем победителям нужно потеть ради победы. Он это сделает. Аминь. Он сам это сделает. Я больше никогда не буду переживать о том, что этот церковь не исполнит волю Божью. Почему? Потому что Он сам исполнит свою волю в своей церкви. Понятно? Поймите это. Вы должны это понять. Поймите это. Вы сами знаете, что Библия говорит об этом. Поймите, что чем бы вы ни обладали, вам все равно нужен Бог. Какими бы знаниями вы ни обладали, вам все равно нужен Бог. Не важно, какой у вас опыт и как долго вы верите в Бога, вам все равно нужен Бог. И пока вы считаете, что вам не нужен Бог, что вы и так достаточно духовны, достаточно помазаны, Его воля не будет исполнена без Него. И вся церковь доскажет «Аминь». Итак, не уповать на Бога относительно исполнения Его воли значит искушать Бога. Что значит искушать Бога? Давайте прочтем 3-4 стиха. Откроем Матфея, 4 глава. Стих 5. Матфея, 4 глава, стих 5. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Обратите внимание на подход дьявола. Вот что он говорит. Сейчас проверим, действительно ли ты сын Божий. Устроим экзамен. Посмотрим, действительно ли ты сын Божий. Бросься вниз и проверим, правда ли то, что говорят. Это и есть искушение Бога. Так искушают Бога. Иисус сказал, смотрите 7 стих, Иисус сказал Ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». В расширенном переводе это звучит так, Иисус сказал Ему, с другой стороны написано так же, «Не искушай, не испытывай, и не подвергай сомнению Господа Бога твоего». Послушайте, разве мы не так поступаем, когда говорим, что уповаем на Бога, но при этом говорим, «Господи, не думаю, что могу доверить тебе вот это. Сначала сделай что-нибудь попроще, чтобы я увидел, что ты действительно Бог». Так мы искушаем Бога. Нельзя искушать Бога. Взгляните на Второзаконие, 6 глава. Второзаконие, 6 глава, стих 16. Второзаконие, 6 глава, стих 16. «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в массе». Как его искушали в массе? Откройте Исход, 17 главу, и вы увидите. Исход, 17 глава. Исход, 17 глава, стих 7. Слово «масса» значит «доказательство». И в 7 стихе написано «И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому что они искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Вы это видите? Они испытывали его. «Среди нас Господь или нет?» Сдай экзамен. «Покажи нам, что ты среди нас». Это не упование. Это искушение. Это не упование на Бога, когда вы говорите «докажи нам, покажи, ты здесь или нет. Сделай что-то, чтобы мы увидели, что ты здесь». Прочтем Второзаконие, 8 главу, стих 17. Второзаконие, 8 глава, стих 17. Давайте начнем с 14 стиха. Даже с 13 стиха. Вы уже открыли? Вы видите, что значит искушать Бога? Это значит испытывать Бога. Словно вы пытаетесь заставить Бога сделать то, что только Он может сделать. Словно вы пытаетесь заставить Бога сделать то, что Он знает, что может сделать. И вы тоже должны знать, что Он может это сделать. Но Он не делает этого, потому что видит, что вы подвергаете Его способности сомнениям. Ведь Он Бог. И Ему никому не нужно доказывать, что Он Бог. Потому что Он Бог. А теперь прочтем. «И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Заметьте, что из Египта их вывел Бог. Бог их вывел из дома рабства. Не знаю, в каком рабстве были вы, но знаю, что вывел вас из него Бог. Вы понимаете, что я имею в виду? Когда вы были в кокаиновом рабстве, я знаю, как вы оттуда выбрались. Бог вывел вас. Когда вы томились в тисках извращений, Бог вывел вас. Когда вы были скованы сложными обстоятельствами, Бог вывел вас. Вы должны понять это сегодня. Не приписывайте себе Божьи заслуги. Бог вывел вас. Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Давайте зададимся вопросом. Кто избавил нас от жизни на одно пособие, когда каждую пятницу вы ожидали получения чека с пособием по безработице? Кто вывел вас из гетто и поселил в четырехкомнатный дом? Кто вывел вас с работы, на которой вы зарабатывали два с половиной доллара в час, а теперь вы зарабатываете шестизначную сумму? Кто вывел вас из этой плохой ситуации и из той? Заметьте, я не говорю о том, что люди забывают воздать Богу славу за незначительные вещи, а о том, что нужно воздавать Богу за все то доброе, что было и есть в вашей жизни. «И что бы ты ни сказал в сердце своем...» Он сказал, «Ты не говоришь это вслух, а в сердце своем». Видите? Вы не трубите об этом в церкви. В церкви вы говорите «Слава Богу! Слава Господу! Ты глава моей жизни!» А когда приходите домой, вы говорите в сердце своем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Смотрите, с чем здесь сравнивается богатство. С избавлением из рабства. Смотрите, с чем здесь сравнивается богатство. С возможностью преодолеть пустыню и получить воду после долгих дней без воды, получить пищу после долгих дней без нее. Послушайте меня, друзья. Богатство — это не только изобилие денег. Можно иметь изобилие мира, быть богатым любовью и богатым в других сферах жизни. Не только богатым деньгами. Слышите, что я говорю? Можно иметь триллион долларов в банке и не быть богатым здоровьем. Когда Бог говорит о богатстве, Он вкладывает в это понятие гораздо больше, чем мы. Он включает в него все сферы жизни, а не только одну. И так они искушали его, потому что приписали себе славу за то, что было заслугой бога. Друзья, я хочу убедить вас, что бог исполнит свое слово, которое он дал вам. Я хочу убедить вас в том, что Божья воля, его воля для вашей жизни будет исполнена. Какой бы ни была Божья воля для вашей жизни, она будет исполнена. Я вам это гарантирую. А теперь я покажу вам несколько библейских отрывков, которые укрепят вашу веру. Ведь для того, чтобы Бог исполнил свою волю в вашей жизни, вам нужна вера. Вы должны понять, что сделает это сам Бог. Откроем Псалом 17. Повторите за мной. Бог абсолютно, определенно, без тени сомнения, исполнит свою волю для моей жизни. Несмотря на то, как я себя ощущаю, несмотря на то, что я думаю, Он обязательно исполнит. Я рад, что вы со мной согласны. Псалом 17, стих 33. Прочитайте вместе со мной. Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. Послушайте, если вы устали, Бог припояшет вас силой. Слава Богу за минералы и витамины. Но в конечном итоге необходимая вам сила приходит от Бога. В расширенном переводе это звучит так. Бог, припоясывающий меня силою, делает мой путь идеальным. Вся слава Богу за то, что вы сильны. Это Его заслуга, что ваш путь совершенен. И Он желает, чтобы мы воздали Ему славу за силу, которую Он нам дает. Если вы пришли сюда уставшими, воздайте славу Богу. Воздайте славу Богу, Который может дать вам сил. Воздайте славу Богу, Который может сделать ваш путь совершенным. Взгляните на 1 Фессалоникийцам, глава 5. 1 Фессалоникийцам, глава 5. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 24. Читаем. Верен призывающий вас, Который сотворит сие. Боже милосердный, Он же сотворит сие. Он не сказал вам, что вы сами должны это исполнить. Он сказал, я призвал тебя, но исполню сам. Вы смотрели передачу «Изменяющие твой мир». Крефлей, Тейфи, Доллар благодарят вас, что вы были с нами сегодня. Мы молимся, чтобы эта проповедь помогла вам добиться хороших результатов во всех сферах вашей жизни. Возможно, глядя на свою жизнь, вы не видите, что Слово Божье, которое Бог дал вам, когда-нибудь исполнится. Но я хочу, чтобы вы знали, даже если прошло уже более 10 лет, Бог верен Своему Слову. Даже если вы забыли о Нем, Он помнит о Своем Слове. Даже если вам говорят, что этого никогда не произойдет, Он хранит Своё Слово. Почему Бог хранит Своё Слово? Потому что знает, что обязан исполнить Слово, которое дал вам. Псалом 17, стих 33. Прочитайте вместе со мной. Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. Послушайте, если вы устали, Бог припояшет вас силой. Слава Богу за минералы и витамины! Но в конечном итоге необходимая вам сила приходит от Бога. В расширенном переводе это звучит так. Бог, припоясывающий меня силою, делает мой путь идеальным. Вся слава Богу за то, что вы сильны. Это Его заслуга, что ваш путь совершенен. И Он желает, чтобы мы воздали Ему славу за силу, которую Он нам дает. Если вы пришли сюда уставшими, воздайте славу Богу. Воздайте славу Богу, Который может дать вам сил. Воздайте славу Богу, Который может сделать ваш путь совершенным. Взгляните на 1 Фессалоникийцам, глава 5. 1 Фессалоникийцам, глава 5. 1 Фессалоникийцам, глава 5. Стих 24. Читаем. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Боже милосердный, Он же сотворит сие. О, Господи, Он не сказал вам, что вы сами должны это исполнить. Он сказал, «Я призвал тебя, но исполню сам». Послушайте, как это звучит в расширенном переводе, потому что вы должны понять, к чему Он вас призвал. Верен тот, кто призывает вас к себе. Бог говорит, «Когда я призвал тебя, я призвал тебя к себе». А мы считаем, что Бог призвал нас сделать что-то. Нет, Бог призвал вас к себе, а делать будет Он Сам. Он призвал вас к себе. Вы лишь должны прийти к Нему, и тогда Он Сам все сделает через вас. А мы же стараемся все сделать наоборот. Мы стараемся сделать все сами, не приходя к Нему. Мы пытаемся исполнить Его волю, не спросив у Него, как это сделать. Он говорит, «Я призвал тебя к себе. Я призвал тебя к себе. Приди ко Мне в молитве. Давай поговорим. Приди ко Мне таким, как есть. Приди ко Мне, ища лица Моего. Господом утверждаются стопы праведного. Придите ко Мне. Это ваша работа. Держитесь Бога. Оставайтесь на связи с Богом. Не позволяйте раздором отделить вас от Бога. Не позволяйте обидам отделить вас от Бога. Не позволяйте другим людям отделить вас от Бога. Вы должны оставаться на связи с Богом, потому что только Он знает, что нужно делать. Нам нельзя отделяться от Бога. Мы не молимся, мы не общаемся с Богом, мы не можем слышать Его, мы ничего не делаем, и еще ждем, что Его воля исполнится. Нет. Он говорит, «Я призываю тебя к себе». И Он говорит, «Когда ты придешь ко Мне, Я выполню работу». Если работа не делается, спросите себя, «Вы пришли к Нему и позволяете Ему выполнить работу? Или вы пытаетесь все сделать сами, чтобы вся слава досталась вам?» Вы должны развить в себе привычку воздавать Ему славу за все, что Он делает. Почему? Это сеяние. Всегда, когда вы будете воздавать Ему славу, Он будет направлять часть этой славы на вас. Писание говорит, «Верен тот, кто призывает вас к себе». Послушайте, друзья, «Бог призвал вас к себе, к тому, кто и сотворит сие, призвав вас и сохранив вас». Вот как Он исполняет эту работу. Он поддерживает вас, оберегает, дает защиту, пребывая в вас, общаясь с вами. Вот как Он выполняет свою работу. Аллилуйя! И Он верно исполняет Свои обязанности, сохраняя вас. Аминь. Скажите, «Бог, Ты нужен мне». Второе Коринфянам, глава первая. «Ты нужен мне, Бог». «Ты нужен мне, Господи». Если вы идете устраиваться на работу, скажите громко, «Господи, Ты нужен мне». Вы открываете собственную фирму, «Бог, Ты нужен мне». Собираетесь жениться, «Ты очень нужен мне, Господи». Второе Коринфянам, глава первая. Стих девятый. Посмотрите, что Он сказал в девятом стихе. Девятый стих. «Но сами в себе имели приговор». На языке оригинала, на греческом вместо слова «приговор» используется слово «ответ». «Но сами в себе имели ответ смерти, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Он говорит нам не полагаться на свои способности, уповайте на Него, не полагайтесь на методы. То, что работает в жизни одного человека, может не сработать в вашей жизни. И хотя тот человек написал об этом в своей книге, пока его рассказ дойдет до вас, он будет бесполезен. Уповайте на Бога, а не на методы, которые используют другие люди. Что Бог повелел вам? Именно таким образом Он исполнит свою волю для вашей жизни. Как Бог выведет вас? Именно таким образом Он исполнит свою волю для вашей жизни. Вы суетитесь, пытаетесь найти чей-то метод, а Бог говорит, «Я призвал тебя к себе, и ничего не будет выходить, пока ты не будешь сделать то, что Я тебе говорю. И когда ты начнешь делать то, что Я тебе говорю, все начнет получаться». Именно поэтому я так и не написал книгу о том, как вырастить церковь, потому что рост церкви основан на том, что Божье Слово говорит лично вам. Все происходит, исходя из мудрости, данной Богом лично вам. Поэтому Он и призвал вас к себе. Потому что на вашем жизненном пути может быть препятствие, которого нет на моем пути. Вы должны держаться Бога, чтобы Он смог показать вам путь объезда или преодоление препятствия, которого может и не быть на моем пути. Тогда мой совет по преодолению жизненных препятствий не поможет вам, потому что мой метод не в состоянии помочь вам в преодолении ваших трудностей. И применив мой метод, вы, возможно, не попадете туда, куда ведет вас Бог, а вы говорите, «Я и то, и другое делал». Дело в том, что мы упускаем самое важное во всем, что слышим. А самое важное – это то, что я проповедую вам Божье Слово. Но победа не приходит к человеку, который слышит мою проповедь Божьего Слова. Победа приходит к тому, кто слушает мою проповедь Божьего Слова и слышит Слово от Бога в моей проповеди Слова Божьего. Иначе говоря, важно то, что вы получаете от Него лично. Я проповедую по Писанию, но в моей проповеди есть Слово, обращенное лично к вам. И если вы услышите Божьи Слова в моей проповеди лично для вас, тогда вы получите то, что нужно для победы. Аминь. Это так чудесно, Господи. Я могу сказать это? Дай мне Слово. Господь только что сказал мне. Он сказал, «Я дам вам Слово для победы, а потом я дам победу». Он сказал, «Я не прошу тебя выполнять эту работу. Победа — это успешное преодоление трудностей». И Бог сказал, «Мне нужно лишь чтобы вы приняли Слово. Примите и будьте послушны. Примите и будьте послушны Ему». И вот что говорит Бог, «Ты мой инструмент на этой земле, и для того, чтобы я мог что-то сделать на земле, этот инструмент должен быть в моих руках». Дайте Богу сесть за руль автомобиля в вашей жизни. О, Иисус. Моя машина не указывает мне, куда ехать, я ей указываю. Если я позволю своей машине ехать, куда ей вздумается, она разобьется. Но, пастор, а если включить круиз-контроль, ведь нужно будет когда-нибудь остановиться? Ведь что-то происходит. Мы ставим свою жизнь на круиз-контроль и проезжаем мимо всего того, к чему призвал нас Бог. Да, Он обещал, что Сам исполнит. Пожалуйста, поймите, что Он обещал, Он Сам исполнит. Он исполнит. Больше не нужно потеть. Больше не нужно потеть. Я полагаюсь на Его успех, а не на свой успех. Господь начал открывать мне различия между талантом и помазанием. Талант это естественная способность. А помазание это способность духовная, основанная на Божьих способностях. Я ничего не хочу делать, полагаясь на свои способности, потому что ничего не добиваюсь, когда полагаюсь только на себя. Но когда я полагаюсь на Его способности, я добиваюсь успеха в любом деле. Это то, как я могу продемонстрировать свою любовь к Богу, доверяя Его силе исполнить Его волю в моей жизни. Это проявление моей любви к Богу. Итак, когда мы говорим, что любим Бога, мы говорим, «Господи, как бы я себя не ощущал, и что бы я ни думал, я уповаю на Твою способность исполнить Твою волю. У меня есть свои обязанности, у тебя свои. У меня обязанность прийти к Тебе, моя обязанность остаться с Тобой, моя обязанность повиноваться Тебе, моя обязанность следовать Твоему слову, а Твоя обязанность исполнять Его в моей жизни». Это не Ваша обязанность делать то, что сказал Бог. Да, это звучит странно. Его обязанность исполнять то, что Он сказал о вашей жизни. Наша обязанность привести свою жизнь в соответствии с тем, что Он сказал. Это называется святость. Наша задача быть в согласии с тем, что Он сказал. Аллилуйя. Филиппийцам, глава 2, стих 13. Давайте прочтем эти стихи. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Бог производит это в нас Сам. А теперь послушайте, как это звучит в расширенном переводе Библии. Не вы своей силой, ибо Сам Бог действует в вас и дает вам энергию и силу или способность желать и достигать желаемого для Его радости и удовольствия. То есть, Бог говорит, я не только вложу в вас желание, но я также вложу в вас способности для достижения желаемого. Аллилуйя. Но не думайте, что совсем можно ничего не делать. Давай, Бог, ты сам должен это сделать. Представьте себе другую картину. Машина и вы. Водитель машины. И эта машина должна двигаться туда, куда вы ее направляете. Да, туда, куда вы ее направляете. Бог водитель в вашей жизни, и вы будете двигаться туда, куда Он направляет вас. Если Он говорит вам повернуть или остановиться, исполняйте повеление, потому что вы Божий автомобиль. Вы Божий автомобиль. Вот что говорит Библия. Он дает вам энергию и силу или способности желать и достигать желаемого для Его радости и удовольствия. Для Его радости, для Его удовольствия, для Его радости. Откроем послание к римлянам, глава 7. Стих 18. Здесь мы видим слова апостола Павла. Он говорит о типичной для христиан дилемме в 18 стихе. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, в моем мышлении, которое противоречит Слову, в мыслях, которые идут вразрез со Словом Божьим. Доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно я того не нахожу. Потому что исполнять будет Бог. Бог будет делать дело». Давайте прочтем 2 Коринфянам, главу 8 стих 11. «Скажите громко, Бог, Ты нужен мне». 2 Коринфянам, глава 8 стих 11. «Совершите же». Вы открыли? «Совершите же теперь само дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». В расширенном переводе написано, «Перестаньте делать это, чтобы то, чего вы так усердно желали, было исполнено в соответствии с вашими способностями и средствами». Обратите внимание, «Исполняется то, что хочет Бог». А Бог хочет, чтобы все, чего Он желает для вашей жизни, было исполнено. Он хочет, чтобы Его желания для вашей жизни исполнились. Следующие пять стихов я хочу использовать для того, чтобы вы укрепились, утвердились в том, о чем я проповедую сегодня. Уповать на Бога нужно без всякого сомнения, с полной уверенностью, что Он исполнит обещания. Произнесите вслух, «Я уповаю на Бога». «Без всякого сомнения в том, что то, что Он обещал, Он исполнит». Он исполнит. Он исполнит. Божью волю для моей жизни Бог исполнит. Кто из вас верит в это? Давайте подкрепим свою уверенность, потому что это крайне важно. Прочтем из книги пророка Иеремии. Иеремии, глава первая. Запишите эти ссылки на тот случай, если ваша уверенность ослабнет, и вам вновь нужно будет ее подкрепить. Если, глядя на свою жизнь, вы не видите, что Бог исполняет свое слово, вы можете взглянуть на эти пять стихов из Библии. Первая глава Иеремии, стих 12. Прочтем этот стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно исполнилось». «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно исполнилось». В расширенном переводе это звучит так. «Господь сказал мне, «Ты правильно понимаешь, ибо я бодрствую и действую для того, чтобы Слово Мое исполнилось». Возможно, глядя на свою жизнь, вы не видите, что Слово Божье, которое дал вам Бог, когда-нибудь исполнится, но я хочу, чтобы вы знали, даже если прошло уже более 10 лет, Бог верен Своему Слову. Даже если вы забыли о Нем, Он помнит о Своем Слове. «Даже если вам говорят, что этого никогда не произойдет, Он хранит Своё Слово». Почему Бог хранит Своё Слово? Потому что знает, что обязан исполнить Слово, которое дал вам. Послушайте меня, церковь, перестаньте потеть, «Аллилуйя». Бог исполнит это Слово и Свою волю в вашей жизни. «Аллилуйя! Аминь!» А теперь взглянем на Псалом 56. Псалом 56. «Дьявол ничего и не сможет сделать, если двое крутых христиан согласятся, что Бог исполнит сказанное им, и никто его не сможет остановить. А вы думаете, что самого Бога как-то можно остановить?» Псалом 56, стих 3. «Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». «О, нет, вы меня не услышали. Вы до сих пор пытаетесь узнать, как справиться со всем самим. Грустно, потому что это больше не ваше дело». Заметьте, что он сказал. «Когда нам трудно, вот что мы должны делать. Мы должны вас звать к Всевышнему. Иначе говоря, что бы ни противостояло вам, оно не будет сильнее Элли Леона». Если что-то противостоит вам, просто откройте рот и воззовите к Всевышнему. Откройте рот и скажите, «Бог, ты сильнее этого! Бог, ты выше этого! Ты Всевышний! Ты выше, чем этот недостаток! Ты выше, чем эта болезнь! Ты выше, чем эта проблема!» И посмотрите, что он здесь обещал. «Воззову к Богу Всевышнему, Богу, который вознаграждает меня, исполняет свои планы для меня и завершает их». Я не знаю Божью волю для вашей жизни, но я абсолютно уверен, что Бог исполнит ее и завершит свои планы. Он начал, Он и завершит. Он не будет начинать то, что не собирается завершать. Если вы отошли от пути истинного, но Бог уже начал что-то в вас, я не знаю, сколько вы будете блуждать по кривым путям и дорожкам, но в конечном итоге Бог завершит ту работу, которую начал в вас. Я сказал, «Бог завершит ту работу, которую начал». О, Иисус! Иезекиля, глава 12, стих 25. «Я верю, что Иезекииль видел будущее, и то, что я сейчас прочту, это для нас и на это время». Вот что здесь написано. «Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено». «В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполню его», говорит Господь. Вот что, по моему мнению, он здесь говорит, послушайте еще раз. «Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено». Некоторые из вас находятся на середине, и слово отложено. его исполнение затягивается. Но если вы научились воздавать Богу славу за исполнение этого слова в вас, это слово больше не будет откладываться. Оно больше не будет откладываться. Когда вы начнете говорить, «Господь, ты нужен мне», Он возьмет отложенное слово и исполнит его, потому что вам самим не под силу исполнить то, что должно исполниться в вашей жизни. Воскликните, «Бог, ты нужен мне!» послание к евреям, глава 11. Для того, чтобы сделать это, потребуется вера в Бога. Чтобы сделать это, потребуется вера. Он должен найти человека, который верит в то, что он может это исполнить. Ему нужно найти человека, который начнет говорить о том, что Бог вот-вот сделает. Понимаете, Бог не может исполнить того, что вы не сказали. Ему нужны ваши слова, чтобы он мог заняться делом. Поэтому не сидите и не грустите в молчании. Дайте Богу что-то, от чего он сможет оттолкнуться. Произнесите, «Я выберусь из этих проблем и никогда больше к ним не вернусь». И смотрите, как Бог это исполнит. Не сидите безмолвно, позволяя дьяволу издеваться над вами и затыкать вам рот. Дьяволу только и нужно, что заставить вас молчать. Вы пророк своей жизни. Пришло время открыть свои уста и пророчествовать против нужды, долгов и болезней. Пророчествуйте своим детям-подросткам. Пророчествуйте своей семье. Пророчествуйте своему бизнесу. Пророчествуйте. Пророчествуйте. Дайте Богу то, что Он сможет исполнить. Он исполнит Своё Слово. Да. Но для этого потребуется вера. Всё это может получиться только через веру. Аллилуйя. Больше не откладывайте. Нет, нет и нет. Мы слишком долго ждали. Пришло наше время. Это наш год. Это наше время. Аллилуйя. Это наше время. Это наш год. И Он исполнит. Ой, вы совсем не слышите меня сегодня, церковь. Вы скажете, а чем сегодняшний день отличается от прошлого воскресенья? Сегодня мы верим, что Бог исполнит. Сегодня мы это ощущаем. Мы уповаем на Бога. И больше не нужно нервничать и переживать. Потому что вы больше за это не отвечаете. Мы уповаем на Бога. Больше не нужно потеть. Мы уповаем на Бога. Я больше не напрягаюсь. Я избавляюсь от всяческого волнения. Я возлагаю все свои заботы на Него, потому что Он печётся обо мне. Да, я буду уповать на Бога. Он исполнит. Он исполнит. Да, а как Он исполнит? Я пока ещё не знаю, как Он это исполнит. У Него полно способов исполнить то, что Он обещал исполнить. Он исцелил одного слепого одним способом, а потом исцелил другого другим. Я доверяю Ему. Именно поэтому Он мне и нужен. Он мне нужен. Я не могу без Него. Но для этого мне нужна вера.